Россия поставила новый исторический рекорд. Еще никогда прежде бензин в стране не стоил так дорого. К концу второго квартала 2023 года стоимость бензина АИ-95 на бирже выросла до рекордных показателей – более 61 тысячи рублей за тонну. Параллельно этому подорожанию увеличиваются цены на другие виды топлива. Так, российские общественники сообщили о росте цен на сжиженный углеводородный газ и дизель на заправках в Свердловской, Астраханской, Тюменской и Оренбургской областях. С начала мая также повысилась стоимость топлива на заправках в Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областях и на Дальнем Востоке. Причем, если на заправочных станциях стоимость топлива за год увеличилась в пределах инфляции в среднем на 10%, то оптовые цены подскочили до 30%. По сравнению с 2021 годом эксперты связывают рост цен на бензин прежде всего с зияющей дырой в российской казне. Дефицит российского бюджета уже превысил 50 миллиардов долларов, а ведь прошло только полгода. В Российской Федерации резко увеличился дефицит государственного бюджета. То есть то, что сейчас происходит на рынке нефтепродуктов, является следствием очень высокого дефицита бюджета, который сформирован в связи с резким уменьшением доходов и увеличением расходов, в первую очередь, на войну. Если, например, 22-й год бюджетом, принятым в конце 2021 года, предполагалось, что они получат 3 триллиона российских рублей профицита, а по факту вышло 3,2 триллиона дефицита, и это при том, что РАО «Газпром» одноразово перечислил триллион в бюджет, то при максимально планируемом дефиците на 23-й год в размере 3 триллиона за 4 месяца, по 5 месяцам мы еще, ну, по 6 месяцам мы не имеем цифр, потому что июнь же идет. По 5 месяцам у нас цифра была 4,1 триллион дефицита. При максимальной цифре на год 3 триллиона. То есть они за, считайте, 5 месяцев на триллион превысили ожидаемый дефицит бюджета. И это при том, что в феврале и в марте они резко сокращали, резко сокращали бюджетные расходы. Ранее российский Минфин использовал так называемый демпфер, то есть механизм сдерживания цен топлива на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть. Нефтеперерабатывающим заводам выплачивали субсидии при росте цен на нефть на мировых рынках, чтобы удержать интерес производителей внутри страны. Чтобы стимулировать вертикально интегрированные российские нефтяные компании продавать на внутреннем рынке, россияне ввели понятие демпфера. Что это значит? Это значит, что если мировая цена на нефть выросла и продавать на внешний рынок становится чрезвычайно выгодно, на внутреннем рынке идет доплата из бюджета для того, чтобы вертикально интегрированную компанию было интересно оставлять на внутренний рынок. Но теперь о дополнительных выплатах и субсидиях из бюджета для поддержки нефтеперерабатывающих компаний речи быть не может. А вот налоги наоборот будут только расти, чтобы обеспечить хоть какой-то поток рублей для государственных нужд, а точнее для путинской войны. Поэтому теперь российский Минфин увеличивает налоговую нагрузку буквально на каждом литре бензина, объясняют эксперты. Государственно регулируемая цена на рознице. Она полностью выводит цену на нефтепродукты внутри Российской Федерации за пределы рынка. И любое изменение внутренней цены говорит только об одном. Растут налоговые отчисления в бюджет. Уже на сегодняшний момент в связи с введением прайс-кэпа на мировых рынках, в связи с тем, что цена порядка 60 долларов за баррель, при реальной рыночной цене порядка 76, Минфин Российской Федерации объявила о полном отказе от Демпфера. Он старается максимально уменьшить платежи из бюджета для поддержания внутреннего рынка и увеличивает налоговую нагрузку для того, чтобы увеличить наполнение бюджета. Но по факту наполнять бюджет России особо нечем. Экспорт российского сырья значительно сократился, а чтобы сохранить хоть какие-то приличные объемы, приходится торговать со скидкой. Вот Минфин и стал увеличивать налоги на те компании, которые еще тянут лямку российской экономики. При этом рост цен на топливо по законам экономики неминуемо сказывается в первую очередь на жизни необычных граждан. Цены на бензин влияют на все логистические цепочки, то есть стоимость доставки продуктов неминуемо увеличивает их цену. Многие базовые продукты в российских магазинах уже выросли в среднем на 10-15%. Недавние соцопросы отметили, что более трети россиян жалуются на рост цен даже на такие базовые продукты, как молоко, сахар или хлеб, а новый рекордный скачок цен на бензин сулит только одно. Уже к осени цены в магазинах будут еще выше. Когда мы говорим с вами о ценах в магазинах, там же каждой копейке, которая висит на ценнике, там же сидит нефтепродукты, потому что нефтепродукты это и подвозка сырья, это и обеспечение логистические затраты, это собственно доставка со склада на полку того или иного продукта. Поэтому составляющие нефтепродуктов есть в любом товаре. И если они растут, это естественно будет подстегивать инфляционные ожидания. Реальная инфляция в России совсем не так, как ее описывал на так называемом питерском экономическом форуме так называемый президент Путин. Эксперты уже оценивают приблизительный рост цен в 9%. А к осени, когда сезонных фруктов и овощей станет еще меньше, цены еще подрастут. Таким образом реальная ожидаемая инфляция в России составит не менее 12%. А ведь в проекте российского бюджета на 2023 год в угоду Кремлю прогноз по инфляции нарисовали на уровне 7. Но нарисованные цифры не спасут ни российских экономистов, ни российских граждан от надвигающегося подорожания. Что сегодня активно стимулирует инфляцию? Огромные бюджетные расходы при очень маленьких доходах. То есть мы должны понимать, что дефицит российского бюджета, о чем мы говорили, 3-4 триллиона, 5 может быть триллион, он за счет чего-то должен покрываться. Ну то есть, понимаете, это как бы в семейном бюджете. Вот у вас есть глобально, предположим, 100 долларов на доходы, а потратить хочется 120 долларов. Нужно, кровь из носу. Где-то 20 долларов вам нужно найти. Но вот взять денег России негде. Ведь санкционные ограничения, введенные за агрессию против мирных стран, в первую очередь ограничили возможность рефинансирования внешнего долга. То есть, попросту говоря, Рефии теперь в долг никто ничего не даст.